Практическая психология Кто-то говорит, что наша жизнь уже не будет прежней После того, как появились эти социальные сети Все чаще и чаще их начинают ругать Кто-то, наоборот, их хвалит И говорит, как здорово, что они есть Но, наверное, у любой медали есть две стороны Давайте мы сегодня это раскроем Вот я вот на такой Как это сказать Предшествующей, наверное, теме Сделали новое фото Совсем не нужно бегать по друзьям и показывать Или ждать, когда они в гости придут Сразу же выложили И тут уже самооценка растет Если фотография хорошая Тебе много лайков Пишут всякие комментарии о том, что ты прекрасна, волшебна Какая-то замечательная Удобно Если плохое настроение у тебя Ты там написала о том, что вот что-то плохое настроение Кто-то тебя поддержал Кто-то, может, гадости каких-то наговорил Вот именно Но, тем не менее, ты чувствуешь, что ты Даже если, например, не выходишь из дома Что ты как будто бы общаешься Видимо с общением Ты не одна Вот давайте пока попробуем вот эти даже стороны Обсудить с точки зрения психологии Что есть что И как главное Чтобы не сети нами управляли социальные А чтобы мы четко понимали, что они для нас значат Да, давайте поговорим о социальных сетях Итак, конечно, социальные сети, мне кажется, это Ну, замечательное изобретение Вообще просто замечательно Потому что оно настолько сближает людей Мы сейчас можем быть друг с другом Даже если мы физически на расстоянии Мы можем общаться вот в режиме Онлайн, да, непосредственно практически То есть мы можем быть в курсе всех дел человека Даже если он от нас далеко Раньше, если твой друг, подруга Переезжал в другой город Ну, когда-то давно, да Это было практически вот Равно смерти, да? Да, все Как будто бы ты его теряешь, да? Да, потому что редкие письма Раз в полгода Может быть, встречи раз в пять лет Это все, на что люди могли быть способны Сейчас Это никак не влияет Удаленность твоего друга Никак не влияет на ваши отношения То есть мы раздвинули эти самые границы И теперь четко понимаем, что я могу чувствовать, понимать, слышать тебя Благодаря вот этим социальным сетям Это потрясающее, конечно, изобретение То есть независимо от того, где твой друг, где твой знакомый Где человек, с которым ты хочешь общаться Где он расположен Он рядом с тобой практически Отлично, соглашусь Но вот вы знаете, я честно скучаю по тем временам Наверное, в прошлой жизни, которые у меня были Это когда, знаете, Татьяна Онегину пишет письмо О том, как она любит Что она чувствует О чем она думает Потом она посылает и ждет ответа Потом этот ответ, может быть, где-то задерживается А она ведь в это время живет Страдает, любит, наслаждается И все это делает А сейчас Ты не тот смайлик послала? Или ты не то что-то сказала? Или не так тебя поняли? И можно сразу же за одну секунду Превратиться из другого врага? Да, можно Но точно так же можно и в реальной жизни превратиться Сказав одно неверное слово Не даром же есть такая шутка Если вы девушке не послали смайлик с пожеланием доброй ночи Считайте, что война уже объявлена Это вот как раз Та, наверное, обратная сторона социальных сетей Которая Ну вот иногда Вот честно скажу, прям признаюсь Как человек, много очень занимающийся отношениями И я вижу, как влияют социальные сети На, в основном, на девочек Хотя и на мальчиков тоже Иногда хочется руки оборвать тем Кто эти посты И какие-нибудь там, не знаю, мотивирующие штучки Кто наполняет группы для девочек Вот ужас, что написано Об этом мы поговорим Да, мы поговорим чуть позже Об этом поговорим Хорошо Итак, возвращаемся Значит, все-таки мы за то, что здорово, что есть социальные сети Однозначно Но есть там и минусы Конечно Как у каждой Ну, у всего есть обратная сторона И не признавать этого Ну, недальновидно, да, наверное И у социальных сетей есть огромные минусы Которые надо бы учитывать И пользоваться социальными сетями Так сказать, разумно и во благо А нет Ну, не верить всему тому, наверное, что там пишут Потому что информации много И она точно не всегда хорошего качества Вот точно Хорошо Давайте тогда сейчас немножко судим Нашу тему отношений между мужчиной и женщиной В социальных сетях Как это влияет на выстраивание, во-первых, сначала В социальных сетях Ну, начнем, наверное, со знакомства, да? Во-первых, опять же, огромный плюс социальным сетям В том, что это расширило возможности для знакомства Да, просто мы сейчас живем в такой быстрый век Мы очень ускорились Мы не можем так, как вот Не только когда Онегин с Татьяной писали Даже в 80-е годы, вот, вспомнить нашу школу Мы так уже не можем Мы очень медленно тогда жили Сейчас мы живем быстро И социальные сети – это прекрасная площадка для знакомств И оттуда выходят, кстати, замечательные пары Познакомившись в интернете Ничего там такого страшного нет Хотя бытует мнение, что как это вы там Нет, это еще один вид коммуникации Конечно, конечно Который может привести тебя в счастливую семейную жизнь Вполне достойный, вполне себе правильный Если правильно общаться Правильно общаться надо хоть в реальности Хоть в социальных сетях, без разницы Так что в этом смысле, в плане знакомства Социальные сети – это шикарный инструмент Просто вот замечательный В плане знакомства, наверное, даже ни одного минуса нет Потому что это глобальный плюс То есть главное, чтобы… Есть, наверное, вот какой момент Главное, чтобы вот это виртуальное знакомство Все-таки имело под собой потом почву реального знакомства Да Чтобы, если вы девушки, например, или юноши Понимаете, что с вами в течение полутора лет Девушка переписывается И ни разу вы с ней не прогулялись по парку То где там вообще реальный человек, да? Ну вот это, наверное, один из гигантских минусов отношений Почему? Потому что очень часто Я знаю таких немало примеров Когда люди заводят отношения именно виртуальные И общаются в социальных сетях Ну вот прям… То есть это удобно такая, да? Человек считает, что он в отношениях Что у него есть партнер Давайте вот подробнее про это Про этот вид отношений Потому что, на самом деле, это ведь заблуждение Гигантское заблуждение Хотя иллюзия, что у меня есть отношения, она есть Ну я же каждое утро говорю Доброе утро, дорогой, да? Я каждый раз интересуюсь Как ты там себя чувствуешь, чем ты живешь И я получаю ответ То есть в ответ-то не тишина, да? Конечно, и у меня есть Я делюсь своими переживаниями Человек мне отвечает Человек меня слушает Да, и мне кажется, что у меня совершенно полноценные отношения Хотя это абсолютно далеко от реальности Почему? Потому что мы с вами знаем, что отношения Это такие три основные кита Это общее… Хозяйство Хозяйство Ни холодильника общего, ни квадратных метров, ни секса нет Ну, современные люди могут сказать… А зачем нет? Во-первых, зачем? Во-вторых, боже, как вы меркантильны? Какое общее хозяйство? Какой холодильник? У нас высокие чувства Ну, а секс может сейчас… И с другим, да? Ну, нет, почему? Мы сейчас можем там включить скайп И у нас будет там, ну, какая-то иллюзия Да, тоже Но В чём тут огромное заблуждение И почему это так негативно влияет Вот такой вид отношений Потому что Что говорят обычно про отношения? Что там люди должны притираться друг к другу Да? Что это значит? Это что-то друг к другу прощать Где-то молчать А какие-то компромиссы? Где-то терпеть плохое настроение Где-то подстраиваться А где-то наоборот Идти, ну, напролом То есть чувствовать другого человека Понимать, где я могу сейчас вот надавить, да? А где мне лучше отойти в сторону То есть не всегда наш партнёр С которым мы живём Он прям вот для нас Это, ну, не знаю Всегда желание на свет вы к ней Иногда бывает, что тебе хочется побыть одной Тебе хочется не разговаривать Тебе хочется, там, я не знаю Ну, как-то отстраниться немножко, да? Да, и для того, чтобы это в реальности себе устроить Надо очень много усилий прилагать Да, надо знать, как Как построиться Как сказать В какое время, да? Где помолчать Где сказать Обрести такой житейский опыт, да? Да Это вот умение жить совместно Умение делить общее пространство В интернете общего пространства нет Там я Этими отношениями Рулю так, как я хочу То есть, например, мне надоело общаться Ну, устала я И там фильм идёт какой-то Вот у меня сейчас, значит Я Окей, я вышла И всё, и нету И я опять одна Извините, у меня в реальной жизни Даже если фильм какой-то начинается Ну, от мужа не так-то легко избавиться Бывает, если он жаждет общения То есть, там приходится выбирать И идти на компромисс Здесь ничего не надо Здесь можно нажать кнопку И выйти из интернета И всё легко И Ну, не происходит вот этого вот Да, притирания друг к другу Не происходит опыта общения Человек не учится общаться Человек учится быть один С иллюзией того, что у него есть общение У него есть отношения При этом ещё есть такая штучка В этих же отношениях, да? Когда ты пишешь слова У тебя есть время на подумать Ты можешь написать, прочитать Стереть Стереть Переписать ещё раз Если тебя зашкаливают эмоции Ты можешь выйти из-за компьютера Походить, попить водички Снова прийти В реальной жизни такого не бывает Да В реальной жизни слова Не воробьи Вылетят, не поймаешь Да, поэтому надо Очень быстро Прямо в момент того, как ты говоришь Подбирать эти слова Отслеживать то ли ты Можно ли это сказать То есть, в реальности Когда эти люди, например, встречаются Да То они тоже сталкиваются С теми же самыми процессами Которые мы проживаем В нормальных живых отношениях Да И эти отношения всегда бывают Как бы могут устоять Однозначно они всегда могут устоять Потому что у них-то иллюзия Что мы уже, например, полтора года В отношениях И мы уже много чего Друг про друга знаем А в реальности встречаются И вот пошло Я Тут ты меня напрягаешь Здесь мне очень уже Что-то как-то некомфортно с тобой Да Я тебе слово сказала Ты его не так Смайликов-то нет Я не могу сейчас Я что-то там сказал Я не могу подстроить Улыбающуюся рожицу Чтобы ты меня понял правильно Да Ты меня понял Потому что я вот как бы По тембру голоса По интонации Оказалось, что это совсем другое Подбирать Вот эти вот вещи Они не смайлики круглые И Тут действительно Не скорректировать уже слова Не взять время Погоди, сейчас я подумаю Как тебе ответить Такого не бывает То есть Тут Ну, кстати, хорошая фраза Погоди, я сейчас подумаю Как мне тебя ответить Да, сейчас Погоди, сейчас я фразу формулирую Я попробую, да Найти тот смайлик Который должен выразить Все мои эмоции По поводу своих когнутов То есть Когда мы Это же эмоции Мы учимся управлять эмоциями Мы учимся подбирать слова Быстро То есть мозг работает В очень быстром режиме А там он такой Вялотекущий И когда мне надоедает Я Ну, извини, дорогой Мне пора бежать И я исчезла Хорошо Итак, тема знакомства Знакомство все-таки, например, там состоялось Да Ну, или не состоялось Уже там, неважно Я только еще один пункт хочу Сказать Очень часто сейчас Встречаются, например, там Девушки, клиентки Да, женщины Которые рассказывают Про историю Как они очень Долгое время Списывались вот так же В отношениях Знакомились с иностранцами Да И эта история У кого-то заканчивается хэппи-эндом Но чаще всего заканчивается тем Что у них начинают просить деньги Там, да На какие-то там Какие-то истории Она говорит Я просто была уверена Что у нас уже У нас уже там У нас уже там чуть ли не Скоро будет приглашение Там Съездить там Где-то встретиться Да А тут вдруг Как будто он попал Как будто он попал в какую-то там Неприятность Да И ему срочно нужны деньги Да То есть вот эти вещи Они тоже Это тоже показатели Вот этих социальных сетей Да То есть Конечно К тебе втираются в доверие Да Ты открываешься Ты уже влюбляешься Или там Или там Испытываешь какие-то чувства И потом вдруг Вот все вот так накрывается Медным тазом Печально И женщины Чаще всего женщины Да Вот в таких ситуациях Оказываются Они на самом деле Оказываются в очень тяжелой ситуации Психологической Потому что Это были длительные отношения Иллюзии отношений Да Во-вторых Это получился Обман Да Это получилась трагедия Это получилось состояние депрессии Потом Да Из которой надо выбраться Особенно если например Женщина там Уже там 50 Ну за 50 лет Очень тяжело То есть когда уже Кажется что Ну вот Неужели это случилось Вот это сейчас сказкой Будет в моей жизни И раз И сказки Не произошло То есть Всегда Нужно Включать этого Внутреннего критика Правильно Да Конечно Дай бог Чтобы он Ни одного из нас Не спал Говорил Так Ну-ка давай посмотрим Слишком тут все сладко Слишком тут все гладко Ну-ка посмотри Вот тут ли Сейчас меня конечно могут Слушатели сказать Ну что вы такая циничная Почему циничная Вопрос безопасности Личный Он очень важен И социальные сети Конечно Они открыли Двери Не только Людям Для общения Ну для мошенничества Тоже Как реальная жизнь То есть надо понимать Что это Пусть не совсем реальная Но это слепок С реальной жизни И здесь Те же самые отношения С нюансами Но те же самые Хорошо А как же влияют Социальные сети На отношения Между мужем И с женой Вот представляете История Например Женщина приходит С работы Готовит ужин Ухаживает с детьми А муж приходит С работы Садится И начинает общаться В социальных сетях И женщина говорит Ну он у меня Я так смотрю Из-за плеча Какой-то Маша пишет Потом смотрю Какой-то Даша пишет Потом какой-то там Оле И там Свете Еще что-то Она говорит Ну я хочу Его вызвать на разговор А он не идет на разговор То есть Вот если бы не эти Социальные сети То у нас было бы Все хорошо Он бы мне помогал Купать малышей Мы бы там вместе Чистили картошку Еще что-то делали Итак Что вы скажете По этому поводу Еще одна иллюзия Я помню свое детство Мое детство прошло В самое начало Прошло в прекрасной Коммунальной квартире Это шикарное воспоминание Восьмидесятых годов Семидесятых И я вам честно скажу Там было пять семей В одном коридоре У нас не было Социальных сетей И все пять женщин Готовили Стирали ухо Смотрели за детьми Учили с ними уроки А мужчины Все Не было социальных сетей Но они играли в шахматы Они играли в карты Они не помогали Купать детей Это не вина Социальных сетей Это во-первых Несколько не мужская роль Как бы женщинам Не хотелось Разделить обязанности Пополам Этого Не получится И во-вторых Если так вот Совсем критично Подойти к ситуации Это ведь Получается Мне как женщине Обратная связь Что мой мужчина Ему интересно Там с Машами Олями Дашами Дашами Почему? Могут быть варианты Что он действительно Такой ловелас И ему просто Жизнь необходима Для поддержания Своей самооценки Огромное количество Дружить с девушкой Я же ведь с ними Не сплю Я же с ними Всего лишь дружу Вот так Это может быть Это Но чаще всего То есть Чаще всего Это обратная связь Мне Что мне надо сделать Чтобы я его Интересовала Как женщина Я не могу Его насильно Заставить Интересоваться мной Интерес Это такая штука Его насильно Не сделать Никаким образом То есть Что мне надо сделать Чтобы он Так Маши Дашей до свидания Где моя жена Вот она Понятно Что это Сложное Это сложно сделать Гораздо проще Обвинить мужчину И социальные сети И Машей И Дашей Не взять ответственность На себя Вот мне кстати Часто говорят О том Что мы с вами Мужчин Постоянно защищаем В программах Ой да Ой я люблю Мы все говорим Женщины Вы сами должны Все сделать Все сделать Своими собственными руками Мне тут даже пошутили Вы уж не проплачивали Нам какие-то Мужские организации По этому поводу Да Наташа скажите Тем не менее Вообще можно Как нужно правильно Договариваться Со своим мужем Если вот вы сейчас В отношениях Да Если меня например Действительно ранит То что он Очень много времени Уделяет социальным сетям Если я действительно Вижу что Он общается С девушками С которыми Например Ну я их которых Не знаю Да К примеру В принципе То же самое Может быть И в отношении Например Мужчины Видят Что жена Общается В социальных сетях И не только С своими подругами Ведь У нас ведь Нигде не прописано По законодательству Что ты не можешь Общаться С противоположным полом То есть Вот вы специалист По отношениям Порекомендуете нам Что Как должны договариваться Люди В браке Честно говоря Я не знаю Как можно так договориться Потому что Если Если мужчине Или же Без разницы Интереснее Интересно Общаться С противоположным полом В интернете То даже если Я сейчас Устрою скандал Я буду кричать Я Выключу дома Вай-фай Мужчина Мой партнер Это Немаленький Котенок Я не смогу Его положить В карман И контролировать 24 часа в сутки Он уйдет на работу И там будет Это делать Вопрос намного глубже Я считаю Что не надо Заставлять человека Себя обманывать Ну меня в смысле Если я сейчас вижу Что он с кем-то общается Это для меня Маркер Показатель В наших отношениях Что-то не так Давай Давай делай что-то Почему Я должна делать А не он Потому что Это мне не нравится Ему-то все Нравится Ему-то хорошо Он не будет ничего делать У него все хорошо Раз мне не нравится То я быстренько Собираю мозги В кучку И соображаю Что мне делать Ну еще одна позиция Я сейчас ее Например Развучу Для меня Не имеет значения Пол Если мне надо Кому-то написать Или с кем-то пообщаться То я беру и пишу Независимо от того Что там думает По этому поводу Мой муж Да Тоже Может быть так жестко Но тут Я как личность Не могу Когда меня ограничивать Не вопрос Я вот Это моя позиция Я это сразу же Озвучиваю Я просто Я точно так же Вы или с этим соглашаетесь Да Или не соглашаетесь Ну тут ведь вопрос Я вот например Очень много общаюсь В социальных сетях И у меня кроме психологии Я очень увлекаюсь Политикой Учеба на историческом факультете Очень сильно этому способствует История Еще чему-то Поэтому я много общаюсь И мне без разницы Какого пола Моей собеседни Действительно так Но Это ведь Сразу понятно На какие Либо у вас там Либо ты скрываешь это Да Конечно Стираешь переписку Еще что-то Или нет Конечно Надо всегда четко Себе задать вопрос Вообще что меня там беспокоит Да Да конечно В этих социальных сетях Да например По отношению с мужем Что меня беспокоит По отношению с женой То есть если он сидит И переписывается с женщиной И встает из-за стола За чаем У него там полностью Открыт контакт И он вообще Никаким образом Не смотрит За тем Зашла ли туда его жена То есть люди реально Мы можем общаться Сейчас же Ну по интересам Кстати по интересам Вот давайте рассмотрим Тему социальные сети И люди по интересам Раньше например Да Вот как вы сказали Вот уж карты Шахматы Домино Да Вот это и было А сейчас Посмотрите Как сильно социальные сети Открывают нам с вами Вот этот мир интересов Вот это еще один Огромный плюс Действительно Люди могут общаться Говорю с разных точек страны Объединенные общими интересами И они общаются Просто вот в режиме Реального времени Обмениваются чем-то Какие-то идеи двигают Да Там Это то что объединяет людей И это говорю Это огромный плюс Социальных сетей Хорошо А что Давайте вернемся Про отношения К мужчинам и женщинам И поговорим Про плюсы и про минусы Вот классно Что-то было Какие-то заготовочки Ну Одна из Больших минусов Это то что Действительно люди живут Вот в ондайн отношениях В полной иллюзии Что они в отношениях Я прямо уже знаю Таких женщин Которые говорят Я у меня У меня прекрасные Долгие отношения Мы два года уже С человеком Там переписываемся Или ты Ну вот от полутора До трех у меня были Те которые приходили Да И это Такие отношения Вряд ли когда-то Станут реальными То есть Можно так жить Если отдавать себе В этом отчет В том что Это не сами отношения А их суррогат Не вопрос В принципе в этой жизни Все можно Если ты понимаешь Что это такое И как с этим справиться Ну конечно Что касается минусов У меня просто гигантские Претензии К социальным сетям В каком плане В том что они Формируют Представление Молодежи В основном девушек Ну и молодых людей Конечно Тоже формируют Идеалы Во-первых Мужчины и женщины Во-вторых Идеал самих отношений И это Настолько далеко От реальности И это Так потом Болезненно Так люди Бьются А реальность Просто ведь Мне кажется В кровь То есть вот эти создания Красивых картинок Да Что вот она Вот такая семейная жизнь Вот должна быть Вот выглядеть Вот таким вот Таким вот сладким образом А потом И девочка Читающая Это Стремится К нечто подобное Она думает Что это То есть Как мы раньше Были воспитаны На сказках Мы же все Воспитаны На сказках И мы думаем Что вот Сказочная жизнь Она Где же эта фея Да Вот она такая То есть И жили они Долго и счастливо Чтобы Чтобы жить долго Там не всегда Только счастье Но об этом же Никто не говорит Вот А социальные сети Говорят совсем о другом Они же нас учат Во-первых Какой должен быть мужчина Вот я Я прям Сейчас прям Почитаю вам Зачитайте А то мы не в курсе Я специально Это все Значит Вытащила Из социальных сетей Парочку фраз Значит Где тут у меня Настоящий мужчина Входит в твою жизнь Несмотря на ссоры И проблемы И остается в ней Навсегда То есть Если мужчина настоящий То он будет терпеть Все ссоры Все капризы Ну в принципе все Да И он останется Со мной навсегда А если он от меня ушел Знаешь Он не настоящий Он не настоящий мужчина И это он виноват Это не я тут Что-то немножко так натворила Это он Плохой Да Да В такое легко поверить Это же ты снимаешь Ответственность Со своих плеч Да Я страницу тут И перекладываешь их на мужчину Только вот прям Сегодня за утро Есть еще просто шикарная фраза Не могу ее не прочитать Мне она дико нравится И от социальных сетей Я вот лично Тоже считаю Что если мужик Не ошалел от вас И не позвал замуж В первые полгода То дальше смысла С ним возиться нет Негодный мужик То есть Это вот не я должна Что-то делать Чтобы быть привлекательной Чтобы как-то Выстроить эти отношения Между нами Да Это Я по определению звезда И если он В первые полгода Мне не сделал предложение То вычеркиваем И это не во мне причина А это он негодный Это вот перекладывание Ответственности На другого человека Это адская штука Вот эти все посты И серии о том Ты должен любить меня Такой, какая я есть С одной стороны, конечно Но с другой стороны Безусловно, любят тебя Только родители И то Да Крайне редко Не всегда А тут совершенно другой человек Почему ты решила Что он Пришел в этот мир Для того Чтобы тебя терпеть И чтобы около тебя сидеть И чтобы положить весь мир К твоим ногам У него так-то Свои задачи И цели в этой жизни Своё предназначение И будет прекрасно Если вы найдёте общий язык И пойдёте Как бы по жизни вместе Но точно не жить ради друг друга Это не жить ради друг друга Потому что отношения Это хорошие отношения Это встреча двух автономных людей Да Которые могут быть вместе А могут и не быть вместе Которые создают этот мир между собой Но не Это не сообщающиеся сосуды Которые ослепляются И потом жить друг без друга И опять-таки Мы возвращаемся К социальным сетям То есть Когда мы с вами Читаем это Когда мы видим Эти красивые картинки Мы должны чётко понимать Что наш внутренний критик Тот самый Трезвый, реальный Должен понимать Что ну да Красивые слова Ну да Красивая картинка Но в жизни Очень многое зависит От меня самой Или от меня самого Да И наши отношения Прежде всего Да Хорошо Что у нас там Ещё плюсовое такое Ну вот Плюсовое наверное Это то что Вот эта близость Безумная близость Настолько мы стали близки Друг другу Настолько мы доступны всегда Что Говорю это Ещё у меня есть такой вопрос Но это сейчас Мы уже Перейдём Хотелось бы Вообще про влияние Социальных сетей На детей На подростков Сделать отдельную программу Да Но тем не менее Очень большая тема Мы про это Обязательно проговорим Но тем не менее Вот у меня Письмо Где спрашивают Скажите пожалуйста В каком возрасте Детям можно заводить Странички В социальных сетях Девочки Дочки 12 лет Очень просит А я не разрешаю Так как папа военный Ну вот Ну там наверное Есть определённые Такие критерии Возможно Что там Я знаю что Семьи там УВД Там да Судьи Прокуроры Все остальные Ну как вообще Все кто в системе Им вообще не разрешается Заводить вот эти Социальные странички Ну а детям Это ведь хочется Да Вообще Есть ли какие-то Такие данные Что вот Психологи говорят Что например До 10 лет Ни в коем случае Детей в социальные сети Нельзя допускать Да Как ваше мнение Ну я бы конечно Не стала До 10 Точно не допускала Но опять же Судя по тем детям Которые вокруг меня Вращаются Меньшего возраста В основном Все что Пишет Ее дочери А выходить Я в нее буду Например с телефона Сейчас у всех смартфоны Поэтому мне кажется Ну есть такая Как бы да Такой момент Как Все таки детям Мы покупаем Сим-карты Потому что на паспорт Да На свой Мы вместе Например В определенном возрасте Договариваемся Что там Мы давай вместе Зарегистрируем с тобой Эту страничку На мой телефон Да Я вхожу В качестве друга На эту страничку Да То есть Я подписываюсь На своего ребенка Да Ну и хотя бы имею Может опять-таки Иллюзию Кто-то сейчас мне скажет Да Но тем не менее Имею какую-то иллюзию Смотрю Какую музыку Слушает мой ребенок Да Какие игры он играет Кто у него В друзьях числится Да То есть Все равно Как говорят Что до 18-летнего возраста Мы все-таки Несем ответственность За наших детей То давайте тогда Не будем сбрасывать И социальные странички Странички своих детей В социальных сетях Тоже Будем по возможности Контролировать По возможности Да Но это очень большая тема Я имею пережитый опыт У меня ребенку 16 лет И я понимаю Что это такое И честно говоря Если вы будете Дружить в социальных сетях Со своим ребенком Дети ведь Если отношения Хорошо складываются Они очень доверяют Родителям Они в принципе-то Не особо что скрывают То есть Если не Не сильно ругать За то Что ты там Что-то такое Крамольное заметил То они будут доверять И можно Практически полностью Это все контролировать И вот Лучше Чтобы у ребенка Была страничка И она была Под моим контролем Чем ее не было А он все равно Какой-то момент Страх перед мамой Будет меньше Чем желание Завести страничку И он ее заведет А вы Знать не будете Он у нас экономлены Какие-нибудь Деньги Купит Сим-карту 14 лет Сейчас паспорт Он купит Сим-карту Зарегистрирует Страничку А вы даже Знать не будете А там будет Все что угодно Да Действительно так Ну и еще В завершении нашей программы Сколько у нас еще есть минут В завершении нашей программы Еще немного Хочется зачитать Как минимизировать Вред социальных сетей Оказывается Вот и такая у нас Информация есть Итак Регулируйте время Отведенное на посещение Социальных ресурсов Совсем не обязательно Заходить туда ежедневно Если у вас в этом Нет острой необходимости Ну то есть как бы Давайте будем говорить Про то что Социальные сети Это ведь еще Своего рода Такая зависимость То есть Аддиктивное поведение Никуда его не деть Если нас Я сегодня не зашла В какую-то социальную сеть И не ответила На что-то Или не посмотрела Как живут соседи Лучшие подруги Или друзья Ощущение Что день не удался Бывают же такие моменты Недаром сейчас говорят Что есть интернет-зависимые люди То же самое Как алкоголизм И наркомания Итак Проверьте сегодня себя На вот эту зависимость Можете ли вы Например Сутки не заходить В социальные сети Не общаться Вот у меня был опыт такой Да Я в течение всего лета В том году Практически не общалась То есть не выкладывала Никакие свои посты Не читала ничего Не потому что Какая-то была Трудная жизненная ситуация Потому что Я просто себе Проверяла Насколько я Зависима От всего этого Да И насколько Моя работа Зависима От всего этого Значит Дальше Подумайте Что Подумайте о том Сколько бы Всего полезного Вы сделали Если бы не комментировали Фотографии Или не обсуждали Какие-то события Там например У кого-то Где-то что-то То есть Насколько ваше время Ну да Социальные сети Это конечно Какой пылесос Для времени Конечно Оно туда прям всасывает Посмотрите вокруг Может что-то нужно В доме сделать Может что-то нужно Там да Навесить родителей Там Может с детьми погулять Оцените Ценность Пребывания в социальных сетях И ценность Своей собственной жизни Вот это тоже Мне кажется Очень такой хороший Это очень конечно важно Ну и еще Если вы чувствуете Что после просматривания Социальных сетей У вас настроение Каждый раз Становится все хуже и хуже Да Это тоже показатель Чего? Показатель Что-то я делаю не так Да Конечно Очень часто говорят Особенно например У подростков Ну тут тоже будем Отдельно разговаривать Да и вообще У взрослых даже людей Они говорят Мы когда посмотрим Что например У Клавы там Новая шуба У Паши там Новая машина А я тут уже третий год Никуда не езжу отдыхать Как-то настроение у меня Хуже и хуже становится Да То есть вот эта Депрессия такая Знаете Ну это опять же Это тоже показатель Может быть дано их Эти социальные сети Может быть дано их Социальные сети А может быть так Что мне надо сделать Чтобы у меня была Шуба, машина и отдых Так Где мне надо Где мне надо Перестать смотреть В социальной сети Ну поработать в это время Да Чтобы у меня К следующему сезону Была шуба Отлично Ну что Вот пожалуй Наверное На этой ноте Мы сегодня завершим Нашу программу У меня в студии Была Наталья Рыбакова Практикующий психолог Эксперт по отношениям Сегодня мы говорили О влиянии социальных сетей На отношения между мужчиной и женщиной Спасибо Наташу большое Всего доброго До свидания До свидания